Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футболсан. Представляю впечатление про матч второго раунда Кубка Испании 2023-2024 или Кубка Короля Ариуэла Жерона, в котором со старте гости вышли почти с запасным составом, потому что старший тренер Жероне Митчелл перед каталонским дерби с Барселоной дал отдохнуть основным игрокам, в том числе и украинским легионерам. Поэтому Виктор Цыганков на лавочке запасных, а Артем Доубек вообще на матч не приехал. Счет открыл уже на седьмой минуте Пабло Торре, арендованный как раз у Барселоны, против которой играть не имеет права по договору. Правда, хозяева при поддержке родных трибун вовсе не собирались сдаваться команде выше классом и были вознаграждены за свою настойчивость в атаке на двадцать седьмой минуте, когда Серхио Бельон счет сравнял, что привело в полный восторг болельщиков Риуэлы. Дальше могли забить обе команды, жеронцы прежде всего, и вышла огненная концовка первого тайма. Уже в компенсированное время, что они с лигоднейшей позиции с пределов штрафной не попадают в дальний угол, тут же пошла контра, угловой навес, и Луис Букер головой аккуратненько так подрезал мяч головой в дальний угол. Неписанное футбольное правило, не забываешь ты, забивай и тебе во всей своей красе. Тренер Жерон и Митчелл разгневаны и тут же уходят в раздевалку, чтобы после его наставлений на поле вышла совсем другая команда, как по настрою на матч, так и по составу. Выход на поле лидеров Цыганкова прежде всего напрашивается. На 58-й минуте Жерону усиливают Мигель Гутеррес, Иоанн Коуту и Савио, что вскоре принесло свои плоды. После навеса в штрафную и прострела вдоль ворот Ори Уэллы, на мяч выскочил Стуани и воткнул мяч в сетку. А если бы этого не сделал, то за спиной находился Савио, готовый забивать. 2-2, 66-я минута. Вскоре все тот же Стуани в борьбе с защитником, который тянул Ругвать за футболку на газон, умудрился, падая от мяча, все же головой подправить круглого в противоход голкиперу Ариасу Гарсией. 2-3, 74-я минута. Вот так вот вышла мощная подмога из игроков основы и игра Жерону тут же преобразилась на более мощную. Виктор Цыганков выжил на поле сразу же после четвертого забитого гола и сменил как раз его автора Кристиана Порту на 83-й минуте. Украинский легионер Жероне сразу же активно вошел в игру и почти забил, если бы не блокировка удара Цыганкова защитниками Ори Уэллы в своей штрафной. Только вот все старания Виктора не прошли даром, так как на добивании Валерий Фернандеш под острым углом попал в ворота, рикошет и 2-5. Жерона шагает дальше по Кубку Испании. И все мы, украинские болельщики, с нетерпением ожидаем предстоящего поединка Жероны с Барселоной в Ла Лиге. Болеем за наши команды, с вами был Саныч, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok